МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава государства Сорумбай Джейнбеков сегодня сам лично осмотрел состояние нового общественного транспорта и стал первым его пассажиром. Благодаря новым автобусам в городе появились две маршрутные линии под номером 48 и 36. Об этих и других подробностях у нас в гостях сегодня общественный советник мэра города Бишкек по информационной политике Гуля Алмамбетова. Здравствуйте, Гуля Единовна. Добро пожаловать в нашу студию. И перед началом нашей беседы, уважаемые телезрители, я хочу напомнить вам, что мы работаем в режиме прямой трансляции. Вы можете также позвонить нам в студию и задать свой вопрос. Наш номер телефона 0 312 59 20 55, который вы видите у себя на экранах. Гуля Единовна, давно вас не было у нас в гостях. Рады вас видеть. И мой первый вопрос. Мы знаем, что основным преимуществом новых автобусов является то, что он работает на газе. То есть это уже хорошо для экологии города Бишкек. А вот расскажите о других преимуществах новых автобусов. Ну, во-первых, вы абсолютно правы. Мы сегодня вошли как будто бы в совершенно новый этап нашего развития, потому что достаточно давно не было закупок нового транспорта, общественного транспорта, особенно автобусов. Последний раз по документам мы смотрели, были закуплены автобусы в восьмом и немного в десятом году. Но те автобусы работали на дизельном топливе. Сейчас они практически уже несколько раз, можно сказать, исчерпали свой ресурс. Но тем не менее в нашем автотранспортном предприятии очень много людей с золотыми руками, которые их чинят, чинят, ремонтируют и пытаются снова их запустить. Но тут важно подчеркнуть, потому что все это является результатом системных действий, системных программных действий. Они обозначены нашим мэром Сурагматовым Азизом Эмильбековичем, который четко и ясно подал сигнал и сказал, что мы будем развивать общественный транспорт. И вот в рамках реализации одного из таких ведущих векторов действия мантиполитета очень были проведены первые работы. Вообще-то можно было, конечно, наверное, вот так мы сейчас если сравниваем работу, то можно, наверное, было чуть пораньше их закупить. Но дело в том, что когда проводятся такие большие тендерные закупки, очень внимательно нужно писать требования к закупке какого-то оборудования. В частности, конкретно были выполнены пожелания нашего мэра Мализа Сурагматова, который сказал, что любой транспорт, который будет закупаться, первая вещь, это соответствие экологическим стандартам. То есть двигатели этих автобусов уже соответствуют стандарту Евро-5. Это очень понятно, что европейские города уже перешли на евростандарты 6, 7, 8, 9, а у нас большая часть автомобилей, которые ездят в городе Бишкек, они до сих пор принадлежат стандарту Евро-1, 2, 3 даже. А это, получается, первая партия автобусов, которая соответствует высокому экологическому стандарту Евро-5. Это первое преимущество. Второе преимущество — это большая вместимость. Большая вместимость, поэтому, когда шел анализ пассажиропотока, анализ маршрутов, почему запущены конкретно вот эти два маршрута, 48 и 36, как раз наибольший пассажиропоток приходится как раз на эти маршруты. Большая вместимость — это значит сколько? Это значит 80 стоячих мест, 30 сидячих мест. И сразу же, также наш мэр Айси Медведевич Суракматов на рабочих планерках несколько раз поднимал вопрос об оснащении всего общественного транспорта камерами изнутри. Потому что это, во-первых, безопасность для самого же водителя, во-вторых, это безопасность пассажиров. И личная в том числе безопасность, для кого не секрет. Наверное, может быть, чуть ли не каждый пятый или каждый седьмой горожанин, который ездит в общественном транспорте, особенно в переполненных маршрутках, бесконечно теряет, становится жертвой карманных воришек. То вытаскивают телефоны, то вытаскивают документы. Чтобы это все пресечь, наш мэр потребовал, чтобы начали системную работу по обеспечению общественного транспорта камерами. Камер есть внутри и снаружи тоже, да? Конечно. И получается, что в этих новых моделях у нас есть и семь камер. Семь камер — это очень важный фактор. И нет необходимости дозакупать что-то, доустанавливать. Если на старых автобусах у нас будут закупаться, то, соответственно, сейчас эта проблема решена. Конечно, сейчас уже поднимаются в соцсетях, например, разговоры, почему они не предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хочется заверить горожан, что это последняя партия общественного транспорта, которая закуплена не только с учетом людей с ограниченными возможностями. Дело в том, что специальные подъемники, которые устанавливаются, они на эту партию очень сильно могли удорожить сам контракт. И так как нам необходимо исполнить бюджетный кодекс, кстати, поэтому не докупили еще за счет экономии средств, еще 9 автобусов, которые мы хотели закупить, потому что компания, которая выиграла тендер, она предложила не столько наименьшую цену, а вот именно соблюдение всех стандартов. И все равно мы смогли сэкономить, но эти деньги возвращены в бюджет, деньги, которые сэкономлены, и в этом году снова будет объявляться тендер. По крайней мере, в планах управления городского транспорта, бешкетского автотранспортного предприятия, есть закупка. Дело в том, что сразу, например, есть анализ общественного транспорта. Совершенно очевидно, что для того, чтобы, например, город полностью избавить от маршрутных бусов, нам необходимо порядка 800 автобусов. К очень большому сожалению, даже и с новыми автобусами у нас это число не превышает 150 автобусов. Потому что у нас сейчас на линию выходило по разным оценкам. Понимаете, в зависимости от состояния. Если сломается, то уже выходит меньше. Если не ломается, то пытались доводить до 105, до 107 автобусов. А сейчас уже железно будет выходить 170 автобусов. А когда новые автобусы выйдут на линии? А, сейчас самые приятные процедуры. Сегодня было очень приятно, что наш президент Ромбашарипович Джейнбеков ознакомился, посидел на сиденье, поговорил вместе с нашим мэром, с водителем, узнал об их жизни, о условиях работы. И очень было интересно, он задавал вопросы, которые были приятны простым сотрудникам нашего автотранспортного предприятия. И там есть определенные процедуры элементарные. Знаете, вот автобусы приехали, последняя партия, первая партия, если приехала 10 дней назад, последняя партия приехала буквально 2 дня назад. За всем этим стоит процедура оформления. Мы сейчас ожидаем партнерства и сотрудничества активного вместе с государственной регистрационной службой, потому что эти автобусы должны получить еще номера. Номера, потому что комплектация этих автобусов проверена, потому что наш инженер автотранспортного предприятия непосредственно выезжал в Китай на завод. Оказалось, это очень внушительный завод. Знаете, они прислали нам видео, и прямо видно было, что у этого завода потрясающий огромный испытательный полигон. И они как раз со всеми вот этими условиями, они старались приблизить, перед тем, как нам отдать автобусы, приблизить максимально условия к бишкевским. Видно было, как они заворачивают, как они ездят по этому полигону. И вот эту всю комплектацию непосредственно наши инженеры провели на заводе. И сейчас, как только зарегистрируем, дадим новые номера. Мы очень надеемся, что это произойдет буквально в ближайшую неделю. В ближайшую неделю. Спасибо. И у нас есть первый телефонный звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, связь оборвалась. По поводу... На какую сумму обошлась закупка? Сумма обошлась 301 миллионов суммов. В бюджете было предусмотрено порядка 360 миллионов суммов. Можно было как раз на остаток сэкономленных средств докупить автобусы. Но мы руководствуемся в своей работе бюджетным кодексом. В рамках этого бюджетного кодекса сэкономленные средства возвращены снова в городской бюджет. И сейчас там идет работа для того, чтобы доформировать чуть больше сумму, для того, чтобы можно было еще партиями покупать. Получается, если есть плановая закупка, например, вот в этом году купили, ну, будут, ну, 60. Если до конца года удастся еще 50, это уже обновление. На следующий год еще определенное количество. И таким образом постепенно можно обновить этот парк. И есть еще принципиальное отличие, потому что эта партия автобусов будет работать на газовом двигателе. Просто для сравнения. Если дистоплива стоит порядка 46 сомов с копейками за литр, то куб стоит 19 сомов. То есть это получается очень серьезная экономия. Это первая экономия. Второе направление, которое обозначено нашим мэром, Азизом Суракматом, это все-таки переход на безналичные платежи. Вот в три этапа прошел у нас тендер, тендерный конкурс на реализацию проекта по электронному билетированию. На последнем этапе победу присудили швейцарской компанией AG, BS называется компания. И буквально, наверное, через неделю будет подписан договор. Кстати, одним из требований этого автобуса было, чтобы обязательно были предусмотрены возможности для установки валидаторов. То есть чтобы бюджет города не тратил дополнительные средства на установку каких-то приспособлений, и автобусы пришли уже к готовым. То есть останется только прикрутить непосредственно этот валидатор. И сейчас, сегодня даже представители швейцарской компании продемонстрировали нашему президенту и нашему мэру, как будет работать. Протестировали, конечно. Они показали разные карточки, как это будет работать. И вот прям показали, как валидатор работает, как человек заходит. Это значит, будет абсолютный контроль над всеми платежами. Будет, во-первых, обеспечение безопасности. Вы же сами знаете, сколько минут мы теряем, когда, например, автобус подъезжает на остановку. Он должен следить за безопасностью или считать деньги как кондуктор. Это вот два момента, которые очень серьезно мешали водителю в работе. И потом, это все-таки наличность, она живая наличность. Где-то, может быть, я не знаю, 10 тынов убежало, заскользнуло, водитель не будет же останавливать и искать эти деньги, грубо говоря. И исключаются всякие виды коррупционных рисков. За счет того, что электронное билетирование, у нас есть возможность сохранить тарифы на прежнем уровне. Потому что это очень похоже на покупку абонемента на 10 или 30 поездок в метро. Если ты разово покупаешь, это одна сумма, то когда ты покупаешь большое количество поездок, то фиксированная сумма сохраняется. И, соответственно, есть возможность предусмотреть определенные льготы для конкретно социально незащищенных категорий. Это, конечно, дети, школьники, студенты, пенсионеры. И у нас очень небольшое количество осталось людей, у которых есть категория льгот для проезда в общественном транспорте. Но они сохранятся, например, для сотрудников почтовых связей. Вот они, например, тоже у нас имеют льготы после пенсионеров. И есть возможность за счет электронного билетирования снова отладить весь бизнес-процесс по приему платежей за пользование общественным транспортом. И максимально постараться сохранить тарифы на том уровне, для того, чтобы это не ударило по карману горожанина. А когда город полностью может перейти на электронное билетирование? Мы планируем, конечно, до конца этого года. То есть условия тендерного конкурса как раз состояли в том, что на введение электронного билетирования бюджет не потратит ни сумма. Это все обязательства берет та компания, которая это все выиграла. Она будет сама устанавливать, она сама будет полностью весь этот бизнес-цикл обеспечивать. В первую очередь, конечно, мы будем внедрять сначала в муниципальном транспорте. Уже проводятся неоднократные переговоры, консультации с ассоциациями частных перевозчиков с бусами, потому что они, наверное, хотят посмотреть, как у нас пойдут дела. И когда они увидят, что это очень разумная схема, мы очень надеемся, что они тоже перейдут. И потом эта компания в течение шести лет будет этот весь цикл проектировать, реализовывать, внедрять. И потом вот все, что они внедрили, они заградят все свои средства. И когда они это все внедрят, все это заработает, после того, как они исполняют все свои обязательства согласно этого контракта, который, дай бог, будет подписан, то потом все это оборудование будет передано в муниципалитет. Тендер по новым автобусам выиграла китайская компания Чэншоу Юй Тунбас. Почему выбор остановился именно на этой компании? На этой компании оказалось, что это, во-первых, вот как мы уже, я несколько раз говорила, что наш мэр выставил несколько требований, чтобы они были экологичными, соответствовали новым евростандартам, были на газе. Дело в том, что компания Газпром нам уже установила газовую колонку прямо непосредственно на территории автобазы. То есть у нас сейчас нет необходимости дополнительно тратить деньги на налогоплательщиков на установку газовой колонки. Соответственно, мы можем заправляться. Кстати, у нас уже есть первые частные автобусы, 16 автобусов ездят по маршруту 35. И, скорее всего, судя по тому, как они исправно работают, значит, это все-таки рабочая схема. Можно заправляться газом и уменьшить количество технических потерь и даже зарабатывать. Насколько новые автобусы надежные? Эксплуатацию, они дают хорошую гарантию, достаточно серьезную гарантию. Там есть два вида гарантии на запчасти, либо на количество километража. По всем этим, всем категориям, по словам нашего руководителя автотранспортного предприятия, Кочубакова Нурлана Кенешича, они все соответствуют. Более того, когда мы всю документацию изучали, оказалось, что все-таки эта компания закрывает 15% мирового рынка автобусов. И в год завод выпускает, скандинеры завода выходят 750 тысяч автобусов. И большая часть автобусов Ютунг обслуживает международные аэропорты и терминалы. Как раз вот, значит, высокая степень безопасности этих автобусов. Но это не означает, что следующие закупки будут обязательно в этой компании, будут повышены дополнительные требования. Более того, я вам даже скажу, у нас есть, конечно, далеко идущие планы. Если ты не ставишь перспективные планы, то как ты будешь двигаться дальше? В планах, конечно, через не в этом году и, может быть, даже не в следующем году, потому что эти автобусы дорогие, все-таки есть у нас... То есть эти автобусы считаются дорогими, да? Они нет, недорогими. Я сейчас хочу вам сказать одну принципиальную вещь. Все-таки у нас в планах покупка автобусов, которые будут работать на электричестве. Но они сейчас очень дорогие. Самый дешевый Мерседес, который работает на электричестве, стоит порядка 170-190 тысяч евро. Это очень большая сумма для нашего бюджета, потому что газовые автобусы, они сейчас обошлись примерно в 70-71 тысячу долларов. Но это газовый автобус большой вместимости. Это не те маленькие автобусы, которые работали на солярке и стоили порядка 50 тысяч долларов. Есть же очень большая разница между тем, как покупаешь маленький автобус, который работает на дизельном топливе, порядка 50 тысяч долларов стоит, либо купить газовый автобус, который не нанесет особого вреда нашей экологии. Они экологичны. Более того, наверное, вы даже заметили, они даже специально сделали нам подарок, наклейки. Я люблю Бишкек. Это даже было со стороны завода такой вот привет нашим горожанам, нашим бишкекчанам. Это было очень приятно. И этот фактор не обозначает, что следующая закупка будет на этом заводе. Обязательно будет открытый прозрачный тендер, особенно с учетом всех замечаний и предложений, которые мы выслушали как от экспертов, так и от горожан. И в том числе там будут предусмотрены возможности для того, чтобы обеспечить всякие типы подъемников для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хочется заверить горожанам, в обязательном порядке все следующие партии любого оборудования будут предусматривать все возможности для всех на категории наших горожан. Уважаемые телезрители, я напомню вам, что мы работаем в режиме прямой трансляции. Вы также можете задать свой вопрос, позвонив нам в студию по номеру 0312 59 20 55. У нас в гостях общественный советник мэра города Бишкек Гуля Алмамбетова. И у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире можете задать свой вопрос. Здравствуйте. Аппа, саламатсыз. Аппа, саламатсыз. Аппа, саламатсыз. Аппа, саламатсыз. Спасибо, и вот как раз таки по маршрутной линии, по какой маршрутной линии будут проезжать новые автобусы? А 48-й и 36-й, 48-й, он так называемый, он как 35-й ходит от одного вокзала до второго вокзала, особенно с 36-го вокзала, что он жил массиво, Арча-Бещик доезжает до города, до крайней точки. И вот именно был четкий анализ пассажиропотока, где больше всех все-таки людей садятся в автобусы с учетом именно выхода входа пассажиров, поэтому именно автобусы большей вместимости пустили по интенсивным как раз таки маршрутам. Потому что, ну, все прекрасно знают, что состояние дорог в наших жилмассивах. К очень большому сожалению, только Арча-Бещик в состоянии сейчас принятия такие автобусы большого размера, большой вместимости. Но у нас же строятся дороги в этом году по второму этапу проекта реконструкции и реабилитации городских дорог, который финансируется правительством Китайской Народной Республики. У нас предусмотрено 60 ремонт 60 улиц и впервые включены улицы наших жилмассивов. Порядка семи жилмассивов будут расширяться там, где совсем уже гравийные отсыпки бесконечно мы делали, но это же не может долго продолжаться, потому что жилмассивы это тоже город. Сегодня на коллегии как раз рассматривался этот вопрос. Наш мэр Азиз Амельбекович Сурахматов поставил требование. Давайте все-таки решать все вопросы развития жилых массивов, потому что жилмассив, каждый жилмассив это город. Жители жилмассивов это тоже горожане. Соответственно, они все должны получить доступ ко всем видам развитой городской инфраструктуры, в том числе автобусы. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Соломатис. Соломатис. Ага, уготас. Уготас. Алла. Алексей. Айтоверд alt. Соломатис. Айтоверд. Все. Ниж wallpaper Вашьи не unre, соль, сэм. Соломатис. Вот Ons. У brunch заявок. Соломатис. Выграбы. Далонаткан автобустар кандай шарты аунынган дептимен азыр айтудан алыстмын. Азырқы учорда, без болса автобусты сатваларда чоуын тендер, ашчырқ тендер өтті. Ошондо біз бірнече талаптарды қойдуқ, ошол талаптарды атқараучу ұшыл завод болды. Ошондоқтан ошол тендерді бұл заводқа иғарып бердік. Ошондо дағы бір бізге жакшы шарты дүзіпершті. Анткен тендерге қол қойғының бірінші ұшол төлімінің 10 әле паезын төлудік. Ананген қалған 90 паезын автобустан бар келіп, текшеріліп бүтіп. Ананген біздің талаптың барын атқарылғаннанген 90 паезы ананған өткөзіліп береді. Ананген алу чорда қандай шарты болып, қандай сатып алыну болды, мен азыр айтал барын кечіріп көйіңіз. Біздің бүтсаптарға қайрылсаныздар болғын. Біздің бүтсаптарға қайрылсаңыздар болғын, қаттырынды жазы веесеніздер. Итің бүтсаптарға тақ жоғып бердіміңі ракет құлағыз. Вы знаете, мы узнавали у наших инженеров, есть опасность, если простой автобус переделываешь под газовый двигатель, как делает большинство наших автолюбителей. Они, стремясь сэкономить на своем тополе, пытаются переделать. И все основные случаи неприятностей, каких-то проблем как раз возникали, когда было искусственное вмешательство на конкретную систему двигателя. Когда наши инженеры, умельцы переделывают, говорят, что это какой-то итальянский мотор, вы будете теперь подешевле ездить. Вот только в таких случаях. А других у нас моментов при всем анализе рисков этого нет. Это вопрос практически не присутствует на повестке. То есть компания гарантирует, да? Конечно, конечно. Компания гарантирует, она гарантирует и технические консультации, техническое обслуживание по нашим требованиям. Это очень солидная компания, как я уже подчеркнула, 15% доли мирового рынка производства автобусов и 750 тысяч автобусов в год. Это практически миллион без 250 тысяч. Это значит большие объемы, серьезное качество, серьезный контроль. А когда ты бишь? Мы бы, конечно, могли бы купить «Мерседес», но простите, пожалуйста, один автобус «Мерседеса» стоит порядка 150-170 тысяч евро. Мы не можем себе позволить. А данные автобусы? 70 тысяч долларов. Один автобус, да? Конечно, за сумму одного европейского автобуса мы покупаем два таких же квалифицированных, компетентных, можно даже сказать, и доступных автобусов, которые соответствуют всем современным требованиям безопасности и экологических стандартов. Все-таки сейчас есть требования нашего мэра Азиза Мельбековича Сур-Ахматова, который говорит, не только при простых закупках, вообще в своей работе, пожалуйста, соблюдайте экологические стандарты. Потому что город растет, количество людей уже превышает, уже начинает превышать. Но у нас официально в ноябре госстаткомитет, национальный статкомитет дал статистику уже миллион. Бишкек город миллионер уже, и, соответственно, плотность населения увеличивается. И понятно, что это тоже оказывает воздействие на экологическую среду, на окружающую среду. Соответственно, надо не только увеличивать все требования к экологической безопасности, но и начинать их соблюдать. Поэтому были закуплены автобусы на газе. Когда в Бишкеке появятся метробусы? Давайте сразу разъясним. Метробусы — это просто название. Речь идет о BRT. Это называется выделенная линия. Для выделенных линий есть предварительный, только предварительный проект Бишкек-Главархитектуры. Транспортный отдел Бишкек-Главархитектуры предложил один из возможных способов решения. Речь идет, допустим, если в Москве есть понятие первое транспортное кольцо, что Москва все-таки это круговой город, все-таки первую очередь это, конечно, Садовое кольцо, и потом идут объездные кольца вокруг Москвы, где можно объезжать всякие пробки, и радиальные пути пересекаются, пересечения всех московских улиц. У нас город все-таки очень молодой, всего 141 год. В понедельник мы справляем день рождения, 29 апреля. И город расположен достаточно успешно, потому что он практически как шахматная доска. Соответственно, речь идет пока о проектировании транспортного квадрата, при котором необходимо в первую очередь сначала завершить ремонт улиц. После того, как будет завершен ремонт улиц, можно начинать говорить о том, что как раз в тех местах, например, по проспекту Айтматова, Айтматова или Южная магистраль, она разделяется зеленкой посередине. Там одна полоса, там три полосы, там три полосы. Соответственно, можно говорить о том, что начинать думать о третьей полосе только как о скоростном автобусе. Но подготовительные работы по созданию инфраструктуры для выделенной линии требует колоссальных сейчас средств, не сколько сами автобусы, а сколько сама инфраструктура. Соответственно, сейчас все эти работы должны быть согласованы, конечно, с проектом, который запущен у нас в городе, безопасный город. Потому что вы, наверное, сами свидетели, когда наши водители даже вот очень много было жалоб мэрии, почему вы убрали, например, дополнительные сигналы, дополнительные поворотники, дополнительную полосу. Это очень большая комплексная подготовительная работа. Но BRT, выделенный автобус, выделенные автобусные линии, это все-таки требование времени. Мы сейчас их обозначаем, что город Бешкек, мэрия города Бешкек находится все-таки в тренде современных технологий. Этот вопрос на сегодняшний день находится в очень системной, глубокой проработке. Будет ли в этом году? Наверное, еще нет. Но в ближайшем обозримом будущем, наверное, будет. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Саламатис. Саламатис. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Что вы говорите, Зоя? Уготавас, берись. Уготавас. Алло? Саламатис. Уготавас. 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 Здравствуйте. Уготавас. Здравствуйте. Алло. 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 Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я вот такой хочу задать вопрос. Будьте добры. Мы пенсионеры, вы отвечаете по-кердисски, а мы ничего не понимаем. Если можно, продумируйте по-русски. Хорошо. Задавали вопрос, будет ли запущен маршрут заново в Покровку, восьмой маршрут. Мы пообещали обязательно уточнить, и чтобы наш телезритель не ждал сейчас ответа, мы попросили его зайти на официальную страницу мэрии города Бишкек на Фейсбуке. Можно также познакомиться с ответом на вопрос, прочитать его на страничке Твиттера, аккаунта Твиттер. Еще один вопрос задавал один горожанин, предусмотрена страховка. Да, мы также ответили. И первый вопрос, который задавал наш Байке, он уточнял, какие были уроки извлечены по поводу покупки последней партии автобусов в 2008 году. Мы разъяснили правило, что мы сейчас не можем сказать, по каким требованиям закупались автобусы в 2008 году, а сейчас они закупались согласно требованиям тендерной комиссии, конкурсные документы готовились несколько месяцев, чтобы тендер прошел открыто, прозрачно. И одним из требований было все-таки соблюдение экологических стандартов, чтобы двигатель соответствовал стандарту евро-5. И в том числе имел возможность большей вместимости, находился в том числе, имел возможность ездить по нашим дорогам. Эти все требования были соблюдены. Спасибо большое за замечание, будем дублировать. Спасибо. Мой вопрос. Есть ли какие-нибудь инициативы по поводу улучшения качества обслуживания пассажиров? Нет, конечно, конечно, потому что, знаете, вот если немножко вот так приоткрыть двери наших автотранспортных предприятий, что касается автобусного предприятия, либо троллейбусного предприятия, они живут как маленький город в большом городе. Там бесконечно происходит учеба, бесконечно происходит стажировки, бесконечно происходит инструктаж. Рано утром никто никогда не выходит на работу на линию, если нет там дополнительного осмотра. Осматривается, у нас работают врачи, у нас работает медсестра, проверяют даже состояние водителя. И технический контроль походит бесконечно. Конечно, никто не застрахован. Иногда бывает, например, такие случаи, когда происходит, например, какое-то замыкание по линии троллейбусов. Но тут уже, как говорится, форс-мажорные обстоятельства. А так, в целом, эта работа поставлена на абсолютной системе. Работают старейшие опытные люди. Есть преемственность поколений. Совсем недавно, например, у нас получили удостоверение новые водители троллейбусов. Знаете, водители троллейбусов снова становятся у нас популярными. Не только водители автобусов. Все-таки, если сравнивать объем работы, то на троллейбусе, конечно, чуть легче для водителей, чем на автобусе. Но это не значит, что там работают менее опытные. Но зато становится более популярным. Наши водители работают не в одну... Один человек не работает каждый день. Обязательно двухсменная работа. И сейчас, как раз, когда меняется время, зимнее, летнее время, сразу предусматривается мероприятие для того, чтобы, например, удлинить время. И это новшество уже было введено по поручению нашего мэра Азиза Мельбековича Сурахматова, который просто встал, вот как-то выехал на предприятие и спрашивает, вы когда завершаете маршрут? Когда он узнал, что последний автобус там приезжает в десятом или в одиннадцатом часу, он говорит, такого нельзя допустить. Потому что очень много горожан добираются с вечерних смен. Благодаря поручению мэра были удлиненное время работы. И в том числе по личной безопасности, противопожарной безопасности. Сейчас очень много работ проводится по новым правилам, которые были сейчас введены по кодексу о нарушениях. Потому что все-таки, несмотря на то, что, допустим, поменяли какие-то сверху знаки, которые висели согласно требованиям проекта «Безопасный город», все-таки для правил дорожного движения является регулятором, это все-таки дорожные разметки. То есть это тоже определенная работа. И работа по соблюдению правил дорожной безопасности проходит на постоянной основе. Более того, проходит даже инструктаж, как себя вести с каждым пассажиром, что надо улыбаться, быть в хорошем настроении, какие бы условия работы у вас были сложные. Конечно! Абсолютно! Каждый день, в каждом предприятии. Нам дозвонился еще один горожанин. Здравствуйте! Мы вас слушаем! Добрый вечер! Алло! Да-да, говорите. Алло, Саламасе Зит? Саламасе Зит? Здравствуйте! Здравствуйте! Я хотела выразить огромную благодарность мэрии города Ишкека, начальнику транспортного департамента за качественную работу нашего транспорта в городе. Мне 65 лет, но я очень много передвигаюсь по городу, живу в районе Ламединоке. Мне хотелось выразить благодарность водителям автобусов, маршруток 38, 7, 42, молодцы ребята работают, в автобусах чисто, высокая культура обслуживания, уважают стояков. То есть у вас пожелания, да? И я еще хотела сказать, маршрутки, великолепно, вот ни рано я не слышала, чтобы кто-то какое-то грубое слово сказал. Наоборот, расскажет, куда в какое место быстро добраться. И я очень рада, сегодня я смотрела репортаж, что город, страна наша получила такие новые автобусы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Знаете, я хочу вас обрадовать, как раз по вашему маршруту 7, 38, 42, до запустим как раз новые автобусы. Доброго пути вам. Спасибо большое. Сейчас мы примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы на линии. Можете говорить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Вас не нужно? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, будем вам обновлять вас. Я вас очень уважаю, вы психичный, очень общий человек. И у меня вопрос такой. Слушаем. И получается, у меня относительно вопрос не касательно автобуса, а вопрос будет, получается, вы знаете, наверное, весь город, улицы. Вот, на пересечении Кулиева-Московская, я вот два раза попыталась с коляской дойти до улицы Льва-Толстого, и вот у меня такое разочарование получилось, и с левой стороны, и с правой стороны, там нет, ну, есть тротуары, но тротуары прям не соответствуют. Там очень много, там, магазинов, каких-то нефунктовых рынков, и вот эти тротуары, они очень прям зрявые, как бы, невозможно, как бы, с коляской по тротуару дойти до какой-то улицы. Спасибо. И мне пришлось, получается, по главной улице, ну, по крайней, вместе с автомашинами, с микроотобусами дойти до Льва-Толстого. И у меня такой, ну, как бы, я хочу, чтобы предложение вести, либо вам сказать, чтобы вы приняли какое-то решение, либо сами посмотрите, ну, я не знаю. Ну, у меня вопрос такой будет. Спасибо. Можете ответить на следующий вопрос? Я приношу искренние извинения горожанке, маме, которая замучилась, знаете, точно так же я тоже мучаюсь, потому что я езжу на самокате, мне необходимо ездить по тротуару, и тоже есть определенные проблемы. С нашей стороны хочется заверить все, вот все, что вы сказали, я все аккуратно записала, мы обязательно поработаем, наше управление землепользования и строительства обязательно выйдет на эту территорию. И спешу сообщить, что по Кулиевой-Московской там будет как раз по плану санитарная очистка, потому что часть территории уже освободили от стихийной торговли. Мы, и точно так же наш мэр, когда по утрам гуляет, вы знаете, он по утрам иногда в 5, иногда в 6 утра гуляет по городу, сам ходит по тротуарам, тоже очень, честно говоря, расстраивается, и дал поручение Бишкек-Асфальт-сервису и всем четырем районным Акимам сделать программу реабилитации тротуаров по каждому району. Будем постепенно решать, извините, пожалуйста. Ну что ж, Гуля Идиновна, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Ваши пожелания нашим горожанам? Дорогие горожане, мы приглашаем вас 26, 27, 28 апреля посетить наш ипподром, посмотреть, наблюдать, любоваться, поболеть за свою команду ГОВБРУ. А 29 апреля давайте справим день рождения нашего любимого города на площади Аллато. 6 вечера, мы ждем вас на наш день рождения. Ну что ж, на этой ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я с вами не прощаюсь. Увидимся также ровно в 21.20 на следующей неделе в среду. Будьте с нами, оставайтесь на пирамиде, следить за нашими выпусками вы можете также и в социальных сетях, и на нашем ютуб-канале. С вами была Чопа Медедбекова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok